Почему-то из Лондона. Не знаю, три примера я привел, все из Лондона. Есть 10 шпарфуни, они снимают именно диких животных. Они работают в сегментированных сифринами на стоповом рынке. Они обратились там как фото-банк, могут с денег продаваться. У них отличные продажи просто. Есть 10 шпарфуни, там прекрасные просто фотографии, реальные, с дикой природой. Это вот мой пример, что я могу сказать. Следующий момент для людей, которые там уже не считают себя новичками, это дизайн. Но тут есть очень маленький нюанс, который очень важен, который я бы хотел рассказать. Ретушь, это ретушь. Это когда вы берете вот продукт, да, и с помощью дизайнерской доработки, петушеров, дорабатываете его, да. Но могут быть и другие примеры. То есть этот пример Алексей Сизов приводил настолько ныраж, что это нашим, скажем так, карточкам. Она у нас до сих пор держится в портфолио. Это то, когда благодаря хорошему дизайнеру вы и вашей фотографии, вы делаете отдельный продукт, который имеет отдельную коммерческую ценность. То есть я знаю, например, что многие фотографы, ну, так скажем, не на уровне высшего пилотажа владеют фотошопом. Да, то есть многие говорят, там, это вообще не моя задача, там, будет и шоу. Пусть этим занимается, мне некогда. Может стоит все-таки поучиться. Фотошопом, я просто опять задаю вопрос, как вариант, куда мы идти дальше. Для того, чтобы использовать дизайн профессиональный, а не просто для революшера. Ну и команда, опять же. То есть очевидно, что если вы подходите к этому делу как к бизнесу, одиночки будут все больше и больше и больше проигрывать команды. Это факт. У команд просто больше ресурсов. Вот и все. Команды быстрее двигаются тем же самым делом. Начать можно с помощника, с, я не знаю, с бокал-шутера, со стилиста. Но стоит подумать все-таки в этом направлении, как мне кажется. Я там знаю, что есть наверняка там вопросы стандартные. Типа, что будет с рынком? Да, отвечать? Да нет, это я уже расскажу дальше. Есть стандартный вопрос, другой. Вот чем конкретно ваш фотобанк отличается от других фотобанков? Я думаю даже, что может быть потом в том числе я отвечу на этот вопрос, потому что я, поработав с российским, в принципе, уже заметил, что... А от других фотобанков будут отвечать все в каких-то... Ну, ответы откраться, буквально у нас минутки осталось еще. Да ничем не отличается. Для фотографов ничем не отличается. Единственное, что мы берем на данный момент для себя функцию атрибутирования. То есть все, что вам нужно, это прийти экзамен, загружать работу, вам не нужно их описывать. Вот и все. Мы просто являемся, выступаем как дополнительный источник дохода. Поскольку микростоков в России раз, два, не конкретно, которые работают, то и учитывая то, что нашим прогнозам, субъективно нашим, российский рынок сейчас занят на 5%, такой рост будет просто гигантский. В принципе, микростоки будут расти на мировом рынке, но в России этот рынок будет расти еще просто в течение ближайших, может быть, 3-5 лет. Я уже сейчас вижу, что по сравнению с прошлым годом ситуация меняется. В прошлом году никто не писал письма из клиентов из серии там. Вот вы знаете, я очень, очень правда хочу, чтобы у меня все было законно. Расскажите мне, пожалуйста, про лицензию. Сейчас таких писем я получаю раз в неделю. Одно. То есть, если я правильно понял, то человек, который с вами сотрудничает, он может не мучить английский тизау, рус, подбирая там разные теги, ключевые слова и так далее. То есть вы это делаете? Да. Я правильно понял? Да. Я это только на русском. Да, 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 на русском. Просто для России больше все так ино. Ну, нет. Ну, не раз. Да, ну ладно, что, Павел, спасибо тебе большое. А, может, нужно я последнюю рекомендацию отдавать? Спасибо всем большое за внимание. Мне правда кажется, что последнее то, что они хотят закончить, очень важное. Ребят, пожалуйста, учите английский. Пожалуйста. Учите английский языка, за которые мы платим серьезные профессиональные компании, которые проводят обучение. Это лучшая компания в городе, что стоит, знаете, так нормально. Вы, соответственно, к нашей компании уже подписаться, выбрать курс конкретно для себя и оплачивать лишь 50% от полной стоимости. Остальную половину оплачивает компания. Для того, чтобы весь мир обсуждал ваши результаты на рынке, а не ваше произношение. Ну, это ты про Мотко, что ли? Все, по-моему, про них. Сармс. Да. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что-то полезное. Ну, давай, до связи. Давай. Удачного продолжения. Ага, спасибо. Спасибо. На форуме у Сергея возникли сомнения, что он достоин вам рассказывать, скажем так, свой опыт. Но этот человек пришел совсем не с фотографии, не так давно. Так, сейчас, прошу. Он пришел из менеджмента, очень много и до этого путешествовал. И в итоге он как бы ушел в фотографии, вообще, в принципе, и стал путешествием по миру. Приедет, например, в Индию, там поживет полгода, восемь месяцев. Походы, там людей, пейзажи различных и так далее и тому подобное. Потом возвращается домой, отдохнул и дальше выбирает следующую страну, поехал дальше. При этом, буквально, вот, года, наверное, за три он собрал в два раза меньше фотографий на шаттере, по крайней мере, чем я. Но при этом его доходы позволяют не только содержать его семью, его самого, но также оплачивать все путешествия, все проживание. И не так давно, буквально вот осенью они с женой уже открыли даже свою собственную линию одежды со своим производством. Они полностью шьют сами, делают рисунки. И у них есть магазин в городе, и там продают одежду. Ну, в этом плане мы тут им решили помочь слегка и будем предоставлять Попс и Пейпс в Новосибирске. Вот, так что человек, в общем-то, достоин, я думаю, выступления. Здесь, я думаю, что будет интересно его послушать. Да, если есть ток фотографий и одежда. Ну, я к тому, что он заработал достаточно денег на стойке. То есть на стойке человек заработал деньги достаточно. Когда кружится много одежды, он не решился. Кирилл, а вы в России был? Нет, не был, но он обещал мне туда приехать. Да, сюда. Так, сейчас. Продолжение следует. 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 Итак, я буду говорить с человеком, или я буду говорить с всеми людьми? Я буду говорить с всеми людьми. Вы посетите презентацию, и все. Итак, я взял слепey. Так, я об этом модель об этом. Нет, я могу не подказать размышлять правом. Мне иначе есть слепey. Так, я себя заняты или motepar? Ну, получается. Значит, я с様ペет structure. НamentR osа в Meowт, но двигаться Nadeü и м Rock'n, Моя мама французская и мой папа английская. Поэтому я имею соединительную сферу. В этом вечере я поговорю о путешествии. И как фотография позволила мне путешествовать свободно. Что я думаю, что важно, что все в определенной ситуации. Я работал в бизнесе и в маркетинге за около 10 лет, после того, как я решила работать в футографии. Я работал в Лондоне и в разных странах. И потом я путешествовал 6 месяцев. Потом я вернулся и вернулся больше денег, и потом путешествовал снова. И потом я работал в Лондоне и в разных странах. Он хочет путешествовать, сделать работу, через месяц прожил, и в Москве и в Москве. После Лондона, в 2000, после того, как живет 4 лет, я решила сделать путешествий. Мой первый большой путешествий был в Индии. Мой первый большой путешествий был в Лондоне. Я не хотела путешествовать нормально, поэтому я сказал, что я путешествовал по величине. Он путешествовал по величине. Он путешествовал по величине? Он путешествовал в Витiana. Потом я вернулся, 4 месяца после 3 месяца, устроился по величине Россия. иной Android-с Америки, где я существовал станет 4 месяца. И я путешествовал по центру Америки в 4 месяца, на автобусе, с транспортом, около 10 000 километров в 4 месяца. Он путешествовал по центру Америки, обычно транспорта на автобусе, в результате 10 000 километров в 4 месяца. Потом, после Санкт-Америки, я снова вернулся в Европу, работал и решил путешествовать по Нью-Зеландам. Потом он вернулся и решил путешествовать по Нью-Зеландам. И это было в Нью-Зеландии, в котором я говорил, что я хочу путешествовать так, как это все время. Я не хочу вернуться к работе и вернуться к работе. Вернуться к работе и вернуться к путешествию. В этом моменте понял что так он хочет путешествовать. Он приехал, он знал, он приехал, и как он хочет путешествовать? Я сказал, что я должен найти решение. Чтобы я найти спонсор, который будет спонсор меня за путешествий? Но я сказал, что если я получу спонсор, то я не буду виноват. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова